Жильцы 28-го дома на Чечерина самовольно присваивают места для машин. Парковки в своем дворе они буквально запирают на замок. Таким образом, несколько десятков мест для стоянок оказались недоступны для большинства автовладельцев. Где замочек, открываешь, раскладывается, и машину загоняет. Автомобилисты называют такое устройство лягушкой. Во дворе 28-го дома на Чечерина можно сказать целый лягушатник. Под замком большая часть парковочных мест. Под машиной Алексея Харламова такая стоит уже несколько лет. Мира вынужденная, уверяет водитель. Машина же абсолютно не стоит. Приезжаешь вечером в 10 и кружишься, порой оставляешь эконома, где-нибудь оставляешь на Чечерина. Проблему с парковками испытывает, пожалуй, весь Тамбов. Но север города, микрорайон новый. Казалось бы, была возможность заложить больше участок для машин в план строительства многоэтажек. А вот для девятиэтажки. Вот здесь, если две этажки, то 200 квартир. Здесь, если так вот стоить, уместится от силы 20-30 машин. Из 200 квартир практически, будем сказать, 150 машин точно от самой машины есть. А 20 парковок. Остальным куда? Одни бросают машины на соседних улицах, на газонах и даже на детских площадках. Другие самовольно присваивают 8 метров земли, помечая их лягушками, цепями или шинами. Если водитель припаркует машину под чужим колесом, с его хозяином, скорее всего, возникнет прямой конфликт. Сергей пока не повесил замок в своем дворе, но говорит, что почти готов. Правильно делают. Потому что чистить никто не чистит. А деловых таких, вот таких пацанов, которые отучились, приехали и всунули. А кто чистит? А чистят такие, как я, пенсионер. Старожилы не только чистят место для парковки. Алексей и его соседи по подъезду купили два КамАЗа-щебенки и вручную благоустроили стоянки под свои машины. Тем не менее, замки во дворе нарушают закон. В марте специалисты городской администрации планируют демонтировать любые заградительные барьеры. Причем не только на Чечерина. Рейд пройдет в разных частях Тамбова. Валентина Слукина, Дмитрий Бочаров и Олег Щербаков. Область новостей.